Привет, друзья! С вами Тарас Юрист на моем канале. В этом видеоролике я хочу поговорить о том, что два закона о фискализации бизнеса и о введении РРО подписаны. К чему в связи с этим готовится бизнес, как это все будет в дальнейшем на сегодняшний день по тем законам, которые уже 19 октября 2019 года были опубликованы в официальном издании в «Голосе Украины». Я провел опрос во вкладке «Сообщество» и 82% проголосовавших сказали, что видео на эту тему записывать надо, чтобы предприниматели понимали, что будет дальше, согласно действующего законодательства, когда это все начнет уже действовать. Надо начать, друзья, с того, на кого данные законы не будут распространяться. Если вы зарегистрированы как физическое лицо предприниматель, торгуете на рынке, у вас первая группа до 300 тысяч ривен, вам не надо думать об этой проблеме, о РРО, о кассовых аппаратах. Кроме этого, друзья, если вам оплачивают деньги по безналу, будь то юридическое лицо, либо физическое лицо предпринимателей, то тоже тут о каких-то кассовых аппаратах, о РРО думать вам не надо. Что у меня, друзья, спрашивают часто в комментариях? Дорого ли, сколько ли стоит программное обеспечение для РРО? Надо ли покупать, вот, друзья, на примере покажу, вот такой вот кассовый аппарат, нажимать здесь оплачено, либо еще что-то нажимать и выбивать. Программное обеспечение, друзья, ничего не стоит. Оно будет бесплатное по обещаниям нашей налоговой, по обещаниям Министерства финансов. В качестве того же РРО вот такого вот кассы можно использовать мобильный телефон, компьютер, планшет. Не обязательно тратить деньги и покупать такое РРО. Хотя мне кажется, что многим понадобится все-таки его купить и потратить деньги. Стоит оно от 200 долларов США. Это не считая всех остальных там договоров на обслуживание и всего остального. Такой в связи с этим немаловажный вопрос, что-то ли изменится по отчетности. До этого вы, если у вас была вторая группа, вы подавали отчеты раз в год в налоговую. На сегодняшний день так называемый Z-отчет, отчет по кассе, вам надо будет подавать каждый день. То, о чем я говорил, что кассовые аппараты, эти все РРО, это проблемы, это бухгалтерия, это очень большие сложности для предпринимателей. Как это будет, друзья, работать? Как это будет вступать в законную силу? В законе об РРО прописано, что данный закон вступает в действие через 6 месяцев после публикации. Публикация была 19 октября. Но фактически данный закон для большинства физических лиц предпринимателей на 2, 3, 4 группе начинает действовать с 1 января 2021 года. Но есть особо, скажем так, одаренные, не знаю как, особо приближенные, особо кому внимание нашего государства повышенное. Для них данный закон начинает действовать с 1 октября 2020 года. То есть почти еще через год. Кто же эти счастливцы, на кого начнет данный закон действовать уже с 1 октября 2020 года? Это, естественно, ваши любимые интернет-магазины. Если вы продаете технически сложную бытовую технику, то тоже этот закон начинает действовать для вас раньше. Кроме этого, это ювелирные изделия, секонд-хенд, кроме этого гостиницы и рестораны. А также, если вы продаете детали для автомобилей. Из положительного могу заметить, что с 1 января 2021 года сумма для второй группы с 1,5 миллиона гривен в год оборотов. Для первой и третьей группы ничего не изменится. Очень такой интересный момент в этих всех законах, о чем очень много говорилось. Это так называемый кэшбэк. В чем он заключается? Потребитель, если он получил чек, будь то электронный, будь то реальный чек, он имеет право зайти в кабинет налоговый, зарегистрировать его, пройти определенную процедуру и проверить данный чек, является ли он легальным. Единственное условие здесь, что товар, который купил человек, либо это услуга тоже может быть, должно быть больше суммы 850 гривен. И если после поданной жалобы действительно будет обнаружено, что чек фиктивный, то покупатель получает полное возмещение своей покупки в виде перевода денежных средств на свой счет, который он указал. Конечно, не знаю, как это будет работать, будет ли это работать вообще, это большой вопрос. Какие же будут за это штрафы? С 1 января 2021 года за первое нарушение штраф будет составлять 100% от суммы покупки, но не менее 850 гривен. Если нарушение будет второй раз, то штраф будет составлять 150% от суммы покупки, но не менее 1700 гривен. То есть действует такая процедура. Приобрел товар, не получил чек, подал налоговую жалобу, получил возмещение на свой счет. То есть у потребителя появляется заинтересованность наказать своего продавца. Это заинтересованность финансовая. Хочу заметить, мои дорогие зрители, что вы очень хорошо понимаете многие моменты. Иногда я даже не понимаю, зачем мне записывать мои видеоролики. Зачитаю сейчас вам несколько комментариев к вкладке сообщества и к голосованию. Злой приколист пишет. Мораторий на проверку малого бизнеса напоминает мне чем-то введение субсидий. Для того, чтобы успокоить граждан при повышении тарифов. Теперь субсидии хрен получишь. Мораторий быстро закончится, а дальше начнется жесть для малого бизнеса. Монополисты, как всегда, откупятся. Им есть чем откупаться. 125 лайков. Я уже записывал видеоролик о том, что Зеленский хочет ввести мораторий. И злой приколист абсолютно здесь правильно заметил ту вещь. Что этот мораторий хотят сделать, так как в обществе есть волнение. Предприниматели недовольны данными законами, этими всеми кэшбэками стукаческими, этими РРО. И поэтому, чтобы, так сказать, отвлечь внимание, закрыть рот, я не знаю, как это назвать. Зеленский предлагает ввести данный мораторий. Если кто-то видео не смотрел о мораторий, ссылку дам в описании. К видео сможете перейти и посмотреть. Павел Макеев пишет. Не с фопов нужно начинать драть деньги. В стране, где олигархи, монополисты качают деньги тоннами. Богатые богатеют, а бедные беднеют. РРО это хорошо. Через лет 5-10. 101 лайк. Полностью здесь соглашусь с Павлом. Вопрос для меня лично в чем? Почему они вводят этот кэшбэк, это стукачество и так далее? Потому что наши правоохранительные и налоговые органы, они не справляются. Они не успевают всех, скажем так, осмотреть, обилетить и все такое, друзья мои. Поэтому все это и вводится. Мое личное мнение, что надо начать в нашем государстве с того, чтобы заставить полицию, прокуратуру и судебную систему защищать простых граждан. Чтобы мы чувствовали себя защищенными. Чтобы мы не боялись ходить на улицу. И мы знали, что наши права, если нас кто-то где-то обманет, будь то интернет-магазин, будь то реальный магазин, мы сможем подать жалобу, пожаловаться, вызвать полицию, и она все-таки что-то будет делать. А не так, как у нас происходит, к сожалению, на практике сегодня. Почему этот закон убивает наложенные платежи? Я постараюсь объяснить тем, кто не понимает. Продавец, продавая товар, должен уже в коробку вложить не только товар, а и чек. Отправляет товар, к примеру, по новой почте. И я, к примеру, как покупатель, не прихожу его и не забираю. Такое ведь часто бывает. То есть он себе уже это все провел, а товар не забирают и фактически не оплачивают. Что тогда спросите меня вы? И тут же другая сторона. Моя сторона, грубо говоря, потребителя, покупателя в интернет-магазине. Я заказываю себе товар. Я, значит, фактически должен вперед уже заплатить деньги, не видя, не осматривая, не получая товар. Кто на это согласится? Это вернувшись к тому вопросу, что правоохранительная система нас не защищает. Если происходит какой-то обман на том же OLX, где угодно с какой-то доставкой, люди обращаются в полицию, она, естественно, ничего не делает. И таким образом можно обманывать людей и делать это вполне безнаказанно. Какой тут выход, друзья мои? Вы всегда, в принципе, можете пойти простым путем и закрыть свое физическое лицо предприниматель. Тогда, естественно, все эти кэшбэки, штрафы и все остальное вас просто не будет касаться, так как оно касается только действующих предпринимателей. И я знаю, многие мои зрители так и работают. Отсылать товар в черную, отсылать его просто отсылать, забирать деньги, как физическому лицу. Тут единственный вопрос возникает с новой почтой. Если они ничего не поменяют, никакие алгоритмы и так далее, не будут требовать какие-то документы новые, то, в принципе, оно, скорее всего, так все и будет работать. И те, кто не зарегистрированы как физические лица предпринимателей, но все-таки проводят деятельность, они смогут дальше ее проводить. А те, кто зарегистрированы как физические лица предпринимателей, они смогут его закрыть и тоже таким образом проводить свою деятельность. И тут у меня возникает вопрос, напишите о нем в комментариях. Нужно ли записывать видеоролик о том, как закрыть физическое лицо предпринимателя, как это сделать быстро и без штрафов, и как можно быстрее. Есть еще другой вариант для людей, скажем так, смелых, для тех, кто не боится и кто понимает ситуацию в нашей стране. Это касается реальных магазинов, офлайн-магазинов. Тут надо понимать, что всегда есть возможность тоже закрыть физическое лицо предпринимателя и открыть все-таки юридическое лицо и работать на нем. Если вы будете получать какие-то штрафы, какие-то там проблемы, то эти все проблемы будут ложиться не на вас лично, как на физическое лицо предпринимателя, а это будет все ложиться на юридическое лицо, и вы ответственности всем своим имуществом по обязательствам своего ФЛП нести не будете. Такой вариант вполне в нашей стране возможен, потому что правоохранительные органы и налоговые фактически не работают. Надеюсь, друзья, в этом видеоролике я ответил на все ваши вопросы. Но если все-таки у вас возникают вопросы ко мне как адвокату, что-то вы там недопоняли, не поняли, что-то я не рассказал, заказывайте у меня платные консультации по ссылке в описании к моему видеоролику. А если видео понравилось, пальцы вверх ставите, на канал не забывайте подписываться. Благодарю за внимание. Пока-пока, друзья.